В Израиле проходит международная выставка «Сайбер-2018». Ее участники, программисты и разведчики обмениваются опытом виртуальной войны в киберпространстве. На выставке побывал и наш корреспондент Сергей Ослендер. Глядя на посетителей выставки, меньше всего верят, что это участники боевых действий. Только ведутся они в виртуальном пространстве и совсем незаметны для посторонних глаз. Вот, например, Тамар, девушка с внешностью фотомодели, отслужила в армии в знаменитом подразделении 8200, электронной разведки израильской армии. Сейчас занимается тем же самым, только в частной фирме и за большие деньги. Наша компания разработала программу для поиска информации с помощью социальных сетей. Ее сейчас используют как разные фирмы, например, для изучения спроса, так и спецслужбы для поиска разного рода злоумышленников. Давно прошли те времена, когда киберзащита была специальностью редкой, можно сказать, экзотической. Отдельные фирмы или банки защищали свои системы, а профессионалов в этой области можно было пересчитать по пальцам. Теперь это настоящая индустрия, и целые армии программистов отражают атаки хакеров и вычисляют террористов в интернете. Самый ценный, самый уязвимый товар в 21 веке – это информация. Сегодня с помощью обычного пароля от электронной почты о человеке можно узнать, ну если не все, то практически все. Поэтому все эти люди и обсуждают, как защитить информацию. В Израиле киберзащита теперь государственная политика. Здесь даже в армии созданы кибервойска. Впервые за всю историю подобных выставок в ней открыто принимает участие спецслужба. Израильская служба безопасности «Шабак» открыла здесь свой павильон. Среди прочего и с вербовочными целями. Контрразведке тоже нужны молодые умы. Это тот случай, когда не имеют значения возраст и физическая подготовка. Главная опасность в кибервойнах сегодня – то, что они изрядно подешевели. Средства для взлома стоят копейки и доступны буквально любому. А ущерб, который можно нанести при помощи компьютерного взлома, уже сопоставим с потерями во время боевых действий. В самом деле, зачем пытаться взрывать электростанцию, когда можно взломать ее компьютерные системы и отключить целый мегаполис? В Израиле давно сообразили, что в киберпространстве нельзя просто обороняться, нужно переходить в наступление. В 2009-м компьютерный вирус «Стакснет» поразил систему иранского ядерного центра в Натанзе. Никто не взял на себя ответственность, но аналитики полагают, что программа была разработана совместным осадом и ЦРУ. Это был первый в истории боевой компьютерный вирус и первый случай, когда он смог причинить физический ущерб. Ядерная программа «Тегерана» в результате этой атаки была отброшена на несколько лет назад. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала «Интер». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...